коллеги добрый вечер как меня слышно поставьте плюсики пожалуйста слышно отлично ну все давайте с вами начнем и сегодня у нас второй урок это не последний урок по маркетинг плану сегодня мы с вами не будем планировать доходы сегодня мы будем рассматривать какие вообще доходы существуют по маркетинг плану чтобы вы начали больше разбираться поставьте мне пожалуйста восклицательный знак чтобы я понимала кто был или посмотрел предыдущий вебинар по маркетинг плану нас вот я смотрю тут 9 человек или сколько тут нас кто был на предыдущем занятии кто видел а нас больше больше ага ага понятно бывает оксан поставьте восклицательные знаки чтобы я понимала кто был ага значит все таки несколько человек были коллеги почему спрашиваю не просто так если вы не были на предыдущем занятии то вам нужно посмотреть это в записи потому что там мы разбирали различия между квалификациями как их различать чтобы запомнить и и знать маркетинг план а второму разли различия между бонусами потому что различие между бонусами тоже существует люди путают сегодня мы с вами поговорим о доходах о доходах по квалификациям и бонусам ну давайте перейдем к нашему первому слайду во первых прежде чем мы приступим далее идти я хотела бы вам сказать вот такую вещь хочу развеять мифы многих которые просто напросто ну вот пишут в интернете и предлагают и говорят что ничего не нужно покупать ничего не нужно вкладывать достаточно прийти и строить бизнес я вас разочарую если кто-то так думал по маркетинг плану обязательно должны быть инвестиции помимо маркетинг плана для построения бизнеса обязательно должны быть инвестиции вообще бизнеса без вложений не существует если любой бизнес взять и просто не вкладывать ничего то бизнес не состоится но сегодня у нас тема по маркетинг плану но инвестиции играют большую роль и так одно из инвестиций инвестиция времени в развитие своего бизнеса можно расти по маркетинг плану только при условии что вы свое время будете вкладывать в свой бизнес инвестиции в личные заказы здесь неважно купили ли вы себе продали ли вы купили ли вы для своих близких в любом случае за личные заказы необходимо инвестировать в них это обязательно условия по маркетинг плану для получения дохода от компании это без личных заказов не будет выплат по маркетинг плану потом после таких заявлений приходится объяснять людям что бизнес без вложений бывает правильно оксан у нас очень многие сетевые компании ну и наши коллеги по цеху по фаберлик тоже говорят что продаж нет вкладывать ничего не надо ну это полный бред они значит не изучали маркетинг план по маркетинг плану для получения дохода обязательно необходимо инвестировать итак первая инвестиция это времени второе в личные заказы третье это инвестиции в свое образование вам повезло нашей команде у нас нашей команде фаберлик project повезло у нас есть специализированное обучение она бесплатная вам просто повезло у некоторых консультантов нет таких обучений и в этом случае обязательно нужно инвестировать потому что например если обучаться дэнасу как работать с дэнасом то врачи когда преподают там определенная есть сумма если вы идете на какие-то мероприятия или семинары поездки образовательные там необходимо вкладывать денежные средства потому что ну никак инвестировать нужно в подарки и мотивацию для своих консультантов конечно огромная благодарность компании фаберлик за то что она очень много делает акции но именно тот человек который пришел строить бизнес он должен взять на себя какую-нибудь статью расходов по своей структуре и по подаркам и по привлечению по мотивации своих личных консультантов я это вам говорю не понаслышке а просто я уже давно в млм индустрии я знаю это на примере на своем что когда вы берете на себя такие инвестиции то вы однозначно потом получаете ответный результат без этого никак длительнее будете идти инвестиции в инструменты для бизнеса это обязательно той же статья такая расходов это элементарно каталоги это элементарно пакеты это элементарно самые необходимые листовки или еще что то если вы работаете в оффлайне и 2 инвестиции если вы работаете в интернете то это реклама это определенные программы это определенные инструменты которые ускоряют ваш бизнес и дают вам возможность расти по маркетинг плану я не просто так вот этот слайд прям на нем повисла для того чтобы те кто меня слушает сейчас и будут слушать потом записи понимали без вложений бизнеса не существует я вам это говорю гарантированно и так давайте перейдем уже к нашим к нашим маркетинг про плать будут слайды будут а нужны слайд спасибо нель перейдем по маркетинг плану именно по выплатам еще раз хочу вам напомнить что до звания директора до квалификации директора у нас есть консультант старший консультант лидер старший лидер вице-директор старший вице-директор и потом звание директора здесь таблички у вас представлены проценты по каждому званию это 3 процента 6 процентов 9 процентов 12 процентов 15 18 из директора это 23 процента объем личной группы в баллах по каждому два вот этому статусу консультант 100 баллов старший консультант 200 баллов лидер 600 баллов старший лидер 1000 баллов вице-директор полторы тысячи баллов старший вице-директор 2000 баллов и директор это 3000 баллов это от от я бы так сказала почему объем личной группы олг многие спрашивают что такое олг объем личной группы это пока вашей структуре не выросли директора и когда вы в распечатках смотрите то у вас там обозначена олг налить на в личном кабинете на первом прям вот на главном на главной странице прямо написано олг такой-то гэо такой-то гэо это групповой объем олг это объем личной группы вот пока вы пока у вас никто не вырос из директоров у вас и олг и гэо будут одинаковые но это нужно знать количество активных консультантов до директора активных подразумевается это если например по 50 баллов и более от 50 баллов обратите внимание для того чтобы сто баллов сделать это 12 человека достаточно если они активны если они не активны нужно намного больше старший консультант достаточно 35 консульт новичков или консультантов но если это они сделают по 50 баллов или о чуть меньше 50 потому что вот посчитайте сами если 5 на 5 консультантов умножить на 50 баллов 5 и 5 25 было бы уже 250 поэтому здесь есть такая поблажечка от 3 до 5 если вашей команде нету еще такого количества консультантов если они не включены в активную позицию то тогда статус старший консультант вам достигнуть будет сложно это нужно обязательно учитывать лидер от 10 до 15 человек необходимо активных именно старший лидер от 20 до 30 человек активных консультантов потому что например вся база консультантов может быть намного больше но там же есть люди кто не делают заказы ли делают очень маленькие заказы вообще активный консультант считается буквально даже ну с одного балла но я рекомендую чтобы вы считали где-то от 10 тогда вы точно не ошибетесь старший лидер от 20 до 30 вице-директор от 30 до 45 старший вице-директор от 40 до 60 и директор от 60 до 90 человек это конечно идеальный результат от 60 до 90 я бы сказала это действительно активных может лучше конечно рекомендую для директорства подразумевать чтобы ваша база консультантов была где-то 400 450 тогда однозначно вы сможете активировать многих и многие сделают заказы квалификация будет достигнуться а вот объем личной группы в рублях для консультанта простого это 7500 то есть вы вместе со своими консультантами должны приобрести продукта в среднем на 7500 это если стоимость балла 75 рублей если стоимость балла выше 150 то там сумма немножко будет другая если чисто 75 тогда 7500 для к для 100 баллов это 7500 200 баллов это 15000 600 баллов это 45000 1000 баллов это 75000 от 75 тысяч полторы тысячи баллов от 112 500 тысяч 2000 баллов от 150 тысяч это товарооборот вместе это оборот структуры именно закупки товарооборот от 3000 где-то 225 тысяч рублей на вашу всю команду и так доход на структуру консультанта в звании консультант от 180 рублей в зависимости помните я вам на прошлом занятия давала от 100 до 100 99 99 баллов потому что чем выше например 150 180 уже будет не 180 рублей а больше 200 баллов 6 процентов старший консультант от 720 рублей на структуру коллеги это на команду расчет вот далее в следующих заданиях и следующих уроках мы будем с вами изучать как грамотно рассчитывать свою объемную скидку если у вас в вашей структуре появляются консультанты которые достигают какого-то статуса например или консультант или старший консультант сейчас я вам говорю доходы на всю вашу структуру которые будут распределяться зависимости сколько у вас человек вышли на проценты от 720 рублей это 200 это старший консультант 200 баллов для у лидера на структуру 3240 рублей у старшего лидера от 7200 на вице-директора 13500 старший вице-директор от 21 1600 рублей на структуру и в среднем на квалификацию директора от 41 тысячи 400 рублей на структуру за каталог это за каталог коллеги это за то время как вот вот каталог начался и каталог закончился далее мы будем с вами рассматривать средний доход за месяц а сейчас я вам говорю про каталожный период если здесь понятно то я перейду поставьте мне в пятерочки кому понятно я перейду к следующему слайду и просто оглашу для вас обязательные условия которые по этим статусом необходимо по этим статусом необходимо обязательные личные заказы минимум 50 баллов это про те инвестиции про которые я говорила самом начале если у кого-то есть вопросы вы пожалуйста их уже сейчас напишите чтобы пока я рассказываю чтобы я могла на них ответить то есть обязательно должно быть личный объем 50 баллов и тогда и тогда вы сможете получить доход от компании вот верху в рублях а кстати здесь есть тоже в рублях я здесь делала вам по трем странам это украина россия и казахстан если у вас есть консультанты в других странах это например белоруссии или еще где то то вы можете просто в своем личном кабинете выставить флажок другой страны и посмотреть маркетинг план какие суммы там могут быть то есть какой идет расчет и так для украины 48 гривен консультант для россии 180 для казахстана 660 тенге для старшего консультанта украина 192 гривна для россии 720 рублей для казахстана 2640 тенге это выплаты на структуру для лидера для украины 864 гривна 3240 для россии 11 тысяч 800 тенге на структуру при 9 процентах для старшего лидера 12 процентов украина 1920 гривен россии 7200 7200 казахстан 26400 тенге вице-директор 15 процентов 3600 это гривен но на всю структуру в украине 13500 в россии на всю структуру и 49500 на казахстан в казахстане старший вице-директор 19 процентов 6080 гривен это украина 22 800 это в россии и 83 600 тенге это в казахстане кандидат в директора за каталог 23 процента 11 тысяч 40 гривен это украина 41 тысяча 400 это в россии и на казахстане казахстане 151 тысяча 800 тенге на вашу команду всю это казахстан там большая часть конечно же будет на директора остальные вот эти денежные вознаграждения будут распределяться по вашей структуре но вот как это распределяется мы будем с вами говорить на следующем задай занятии в следующий вторник я просто говорю что я приняла решение каждое вторник делать вам обучение по маркетинг плану по конкретной теме чтобы вам легче было разобраться чтобы вы за неделю могли отработать тот уровень знаний который я вам даю по маркетинг плану обещаю что по странам белоруссии тем которые германии у нас есть есть у нас в нашей структуре я сделаю табличку но это попозже чуть-чуть вы в принципе можете уже самостоятельно это посмотреть и давайте перейдем к следующему слайду чтобы вам было понятно еще раз напомню что у нас есть вот такая шикарная красивая картинка квалификационные бонусы она есть в книжечке маркетинг план вы можете ее рассмотреть она есть на плакатах в агентских пунктах куда вы приходите и вы можете ее там рассмотреть она есть на нашем сайте www faberlic.com вы заходите в личный кабинет и вы сможете найти эту табличку по квалификационным бонусам и рассмотреть все подробненько давайте переходим к следующему этапу и поговорим какие доходы вообще от компании существуют я решила это объединить в одну в один слайд чтобы он у вас был как напоминалочка и чтобы вам легче было ориентироваться особенно когда вы будете приглашать консульт людей потенциальных партнеров свои команды то вам нужно аргументировать какими-то цифрами и проговаривать какие-то цифры которые вы пока еще может быть где-то не запомнили пока у вас может быть сложности есть любом случае вот такой слайд вам пригодится прибыль с продаж колеблется от 25 процентов до 35 это зависит от того привели герою сделано ли было 50 баллов о у консультанта или нет оплачено за один каталог если менее 50 баллов то прибыль будет составлять следующем каталоге с продаж 25 процентов если например свыше 50 баллов личного объема сделано то в следующем каталоге прибыль с продаж будет составлять 35 процента и там зависит от того сколько вы продадите на какую сумму и там уже сможете высчитать доход от компании объемная скидка он называется многие путают что такое объемная скидка поэтому я называю доход от компании за объем продаж но компания четко и конкретно обозначение имеет этого дохода объемная скидка это выплата за ваш объем продаж всей вашей структуры здесь идет у нас от 3 процентов до 23 процентов даже если вы выходите на квалификации то объем процент с личной группы у вас все равно остается 23 и он распределяется по определенному способ ну по определенной схеме в зависимости от того как выстроена ваша структура об этом мы будем говорить на следующем занятии в любой квалификации объем процент 23 процента не меняется на личную группу только лишь добавляется директорские бонусы это помимо вот этих доходов с продаж объемная скидка есть еще виды дохода давайте посчитаем с вами сколько видов дохода вы видите здесь на этом слайде я зажимаю пальчики говорю прибыль с продаж доход от компании объемная скидка квалификационный бонус директорский бонус бонус стабильности бонус материнства бонусы становления их можно объединить в единое можно разделить бонус за быстрый старт и бонус развития сколько вы насчитали а напишите мне 9 спасибо галина 9 официальных видов дохода от компании которые компания вам выплачивает прибыль с продаж вам компания не выплачивает но компания предоставляет вам разницу с продаж у вас есть дисконт и стоимость вашего продукта ниже чем в каталоге и у вас есть уникальная возможность иметь и этот еще доход почему я все-таки делаю на этом акцент даже для тех кто пришел строить бизнес и расти по квалификации пока вы растете до квалификации директора и выше для того чтобы получать отличную объемную скидку и замечательное количество бонусов у вас все равно вам все равно необходимо деньги и вот именно прибыль с продаж это очень выгодный вариант для вас для того чтобы иметь быстрые деньги пока вы двигаетесь по карьерной лестнице и когда кому-то говорят продавать не надо это полный бред да вы имеете право не продавать компания вас не обязывает делать продажи но это в ваших интересах это ваше подспорье это ваши деньги которые вы можете иметь продаж пока вы не дошли до квалификации директора и не начали получать высокие доходы и так квалификационный бонус он идет за квалификацию я вам напоминаю за каждую квалификацию начисляется квалификационный бонус и он от 55 конечно глупо оксан правильно от быстрых денег и он колеблется от 55 тысяч рублей простите он колеблется от 55 тысяч рублей это за квалификацию директора и до 55 миллионов рублей российских рублей это потому что а для других стран это друг друг по-другому будет звучать цифры я говорю про россию вы можете посмотреть у себя в личном кабинете какие бонусы у вас числятся они абсолютно адекватны по отношению и к россии только о вашей валюте это будет и так до 55 миллионов рублей и это в звании партнер самое высокое звание в компании директорский бонус колеблется от пяти процентов до 0 запятая 0 31 процента от объема директоров от объема группового ваших директоров там может ну это это вот более углубленное мы потом по повнимательнее с вами порассчитаем бонусы директорские чтобы в них в них разбирались это будет на следующих занятиях почему написала от пяти они от нуля потому что начинается именно от пяти с первой линии от камп с первой линии директоров вам компания начисляет 5 процентов директорский бонус с объема группового вашего директора поэтому в данной ситуации пишу от 5 до 0 0 31 процента и там идет до бесконечности независимо какое поколение у вас глубине бонус стабильности от пяти тысяч пятьсот рублей до двадцати двух тысяч рублей каждые пол года каждый каждый 8 периодов прошло восемь периодов на девятый вы получаете или пять пятьсот или там в промежутке какой у вас будет звание годовое получается сами посчитайте 5 500 умноженное на 2 это будет 11000 22 умноженное на 2 получает от это 44 и в промежутках там какие бонус стабильности есть вы о нем услышите чуть дальше поэтому здесь вот колеблется но от 5 500 до 22 для того чтобы получать бонус стабильности есть определенные правила необходимо личный объем делать обязательно 100 баллов обязательно вот если до директорского бонуса до квалификационного бонуса достаточно 50 баллов личного объема то для того чтобы получать бонус стабильности необходимо обязательно делать личный объем 100 баллов это условие обязательно и И подтверждение или рост по квалификации каждый каталог в течение 8 каталогов, в течение 8 периодов. Это обязательно. Если вы пропустили хотя бы один каталог и не подтвердили свое звание, то бонус стабильности будет выплачивать только в том случае, когда вы пройдете, начиная с самого начала и 8 периодов. То есть, если вы, предположим, вот такая ситуация, вы идете и 7 каталогов, каталожных периодов вы подтверждаете свое звание. И на 8 каталог вдруг хлоп и с этого звания сваливаетесь. Значит, вы не получите мало того, что бонус стабильности, но еще есть момент. Вам нужно придется со следующего каталога начинать заново проходить эти 8 периодов. Только тогда вам компания выплатит бонус стабильности. Он так и звучит. Бонус стабильности. То есть, ни один каталог пропускать свою квалификацию нельзя. Ни один каталог пропускать личный объем 100 баллов нельзя. Это я вам специально говорю гарантированно, чтобы вы запомнили. Бонус материнства и бонус усыновления звучит одинаково. Бонус материнства и усыновления назначается, дается человеку, женщине, которая достигла статуса старшего вице-директора. То есть, уже со старшего вице-директора, напишите мне, пожалуйста, какой это процент старший вице-директор и сколько это, ну я уже тут написала, от полутора тысяч, старшего, от вице-директора, сори, от вице-директора полутора тысяч баллов. Я неправильно сказала, извиняюсь, от вице-директора от полутора тысяч баллов. Уже женщина достигла полутора тысяч баллов, и она уже была беременная в этот момент, и как только она родит с этого статуса, она имеет право на бонус материнства. Итак, напишите мне, пожалуйста, что такое полторы тысячи баллов, сколько это процентов. Сколько это процентов по маркетинг-плану? Не вижу пока, чтобы кто-то ответил. Мы с вами говорили до этого, и мы с вами говорили на прошлом занятии. Вы это должны были выучить. Итак, как выплачивается бонус материнства? Если это первый ребенок, то в течение года каждый каталог компания выплачивает полторы тысячи рублей. Если это второй ребенок и двое и более детей, то компания выплачивает три тысячи рублей каждый каталог в течение года. Только есть здесь одна поправочка. Если это второй ребенок, то первый не должен достигнуть 14 лет, когда он может даже стать консультантом. Потому что ребенок получает паспорт, первый ребенок получает паспорт, и если ребенок уже получил паспорт, то бонус материнства и усыновления выплачивается за второго ребенка не будет, а будет платиться как за первого. Понятно, это объяснила? Если даже у вас двое детей, то ребеночек, чтобы получать три тысячи рублей, ребенок должен быть младше 14 лет. Если, чтобы получать, вы достигли вице-директора и полторы тысячи баллов, и начали, родили ребеночка, и первый ребенок у вас 14 лет ему уже и более, а второму ребеночку он родился, то вы будете получать бонус материнства, но полторы тысячи рублей. Коллеги, никто не знает, сколько процентов полторы тысячи баллов? Я что-то не пойму, никто не пишет. Меня слышно? Поставьте плюсики или нет. Меня слышно или нет? Коллеги, вы со мной? Я что-то не пойму. Так, вижу, пишут, значит, слышно. Отлично. Давайте еще раз вспомним. Давайте я буду говорить. Консультант. Это... Нет, я просто вернусь обратно, раз такая ситуация. Раз вы не помните, сколько полторы тысячи баллов, мы вернемся обратно на повторение. Смотрите. Полторы тысячи баллов. Вот, смотрите. Вице-директор. Это 15% по маркетинг-плану. Вице-директор. Это полторы тысячи баллов. И это 15% по маркетинг-плану. То есть, для получения... Вот, смотрите, еще раз вернусь. Для получения бонуса материнства вам достаточно дойти до 15% полторы тысячи баллов. Вот, уже с этого звания, с полутора тысяч, вы можете получать бонус материнства, если вы после подтверждения директорства... После подтверждения директорства вы уже начнете... Вы родите ребеночка. Итак, двигаемся дальше. Все остальные спят, что ли? Не пойму. Итак, все ли понятно по бонусу материнства? Поставьте мне пятерочки. Если понятно, я двигаюсь дальше. А, нет, я кое-что не сказала. Для бонуса материнства и усыновления необходимо обязательно... Объем личной группы должен быть от полутора тысяч баллов и личный объем от 50 баллов. Причем, каждый каталог вы должны делать личный объем для получения бонуса материнства от 50 баллов. Обязательно. Если вы не будете делать личный объем, например, структура у вас держит статус или растет, а вы личный объем не делаете, компания не будет вам выплачивать бонус материнства. Это обязательно условие. И вот здесь вот происходят инвестиции. Но это правила компании. Их или вы принимаете, или нет. Поэтому приучайтесь делать 50, а лучше приучайтесь делать 100 баллов. Отлично. Бонус за быстрый старт. Это двойные... Ой. Так. А, ну да, все правильно. Фу, думала никто написала. Бонус быстрый старт. Это двойные квалификационные бонусы. Бонус быстрый старт это два раза по квалификационному бонусу. Вот посмотрите вверх. Видите, написано квалификационные бонусы от 55 тысяч рублей до 55 миллионов рублей. Вот в бонусе быстрый старт вы можете получить два... В двойном экземпляре вот эти бонусы. То есть вы получаете, как обычно, квалификационный бонус за подтверждение статуса спустя 8 каталогов на 9. А именно в быстром старте вы получаете уже после того, как прошло... Вот, например, смотрите. Бонус быстрый старт рассчитан на 9 каталогов с момента вашей регистрации. Вот как только закончатся эти 9 каталогов, компания анализирует и смотрит, сколько раз вы какие квалификации подтвердили. Если у вас, например, две квалификации, например, у вас директор квалификации, квалификация, например, старший директор, то вы дважды от компании получите квалификационный бонус 55 тысяч, 55 плюс 55 – 110. И также дополнительно 27 500 за старшего дважды. Если вы, предположим, за эти 9 каталогов сделали серебряного директора, то вы дважды получите и за директора, и за старшего, и за серебряного, и за золотого. Все зависит от того, сколько за 9 каталогов вы можете успеть открыть звание. Многие говорят, уууу, как это много. А в нашей компании есть такие примеры, когда приходили новые, новые абсолютно консультанты, которые именно за бонус быстрый старт делали квалификации и бриллианта, и выше, и получали двойные бонусы за все эти звания. Поэтому примеры такие есть, я просто понимаю, что, видимо, им намного больше нужно, чем многим другим, потому что они, видимо, хотели собрать все бонусы одновременно. Но как это считается, мы с вами поговорим на следующих занятиях. Итак, бонус развития. Бонус развития – это еще раз я повторяю 30% от суммы всех квалификационных бонусов, которые были выплачены за год консультантам вашей структуры. Но важное правило. Вам выплачивается бонус развития 30% накопленный за год, но учитывается такой момент, что вы уже не просто открыли звание бриллианта, а вы подтвердили, и только после подтверждения звания бриллиантового директора все директора, которые у вас получат бонусы, именно за них компания выплатит 30%. Все, что вы были в открытом звании бриллиантового директора, в открытом, неподтвержденном, и подтверждали его 8 каталогов, и у вас там, например, в глубине открывались директора и получали бонусы, вот за их бонусы компания вам выплачивать не будет. Только после того, как вы подтвердили звание бриллианта, только после этого начинается отчет ваших доходов бонуса развития. Но об этом мы тоже более углубленно на отдельном занятии поговорим, потому что здесь нужно сделать именно определенные расчеты, и для того, чтобы разбираться в этом направлении, мы сделаем отдельное занятие именно по бонусу развития, чтобы вы не запутались и четко могли планировать свои доходы, сотрудничая с компанией Фаберлик. Если здесь понятно, поставьте восклицательные знаки, я буду понимать, что вам понятно. А я перехожу к следующему слайду. Смотрю, пишут, замечательно, благодарю. Вот нашла такую табличку в интернете, спасибо тем, кто эту табличку сделал. Поняла, что очень хочу сделать самостоятельно подобную табличку. Думаю, что вы, когда начнете смотреть именно там, где у нас расположены квалификационные бонусы за директора в компании Фаберлик, то вы с удовольствием тоже сделаете подобные таблицы для себя. Но уже вот этот слайд вы можете использовать. Шикарный момент. Итак, смотрите, тут указаны Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия. Директор в России за директорство получает 55 тысяч рублей бонус квалификационный, в Украине 16 500 гривен, Казахстан 275 тысяч тенге, Беларусь 14 миллионов 500 тысяч рублей. Супер! Я прям в Белоруссии, прям когда вижу эти цифры, думаю, крутяк, вообще! Это прям так звучит, ух ты! Прям миллионеры у нас там. Смотрите, дальше, старший директор в России, если сразу же старший директор, то 82 500, если будет уже получен бонус за директорство, то дополнительно 82 500 минус 55. Для Украины 24 750 гривен, это если сразу старший, если нет, то минус 16 500. И вот эта разница, это будет доплата. Для Казахстана 412 500 тенге, еще раз напоминаю, за минусом 275, если вы уже получили этот бонус. Для Белоруссии 21 миллион 750 тысяч, или за вычетом 14 миллионов 500. Серебрян директор Россия 110 тысяч, Украина 33 тысячи гривен, Казахстан 550 тысяч тенге, Белоруссия 29 миллионов рублей. Золотой директор 165 тысяч рублей, Украина 49 500 гривен, Казахстан 825 тысяч тенге, Белоруссия 43 миллиона 500 тысяч. Рубиновый директор 220 тысяч рублей, Россия, Украина 66 тысяч тенге, ой гривен, прошу прощения, Казахстан 1 миллион 100 тысяч тенге, Белорусь 58 миллионов белорусских рублей. Бриллиантовый директор 330 тысяч рублей, Украина 99 тысяч гривен, Казахстан 1 миллион 650 тысяч тенге, Белоруссия 87 миллионов рублей белорусских. Элитный директор 500 тысяч рублей, Украина 148 500 тысяч гривен, Казахстан 2 миллиона 500 тысяч тенге, Белоруссия 130 миллионов 500 рублей белорусских. Ну там у вас идет еще и перерасчет в Белоруссии, Там идет на другие цифры, поэтому вы можете В скобочках, когда будете формировать эту табличку, В скобочках написать те цифры, Которые у вас действуют сейчас, С определенного времени, Потому что миллионы перешли через запятую, В определенные цифры другие. И здесь можно в скобочках поправить, Для того, чтобы людям было удобнее ориентироваться. Национальный директор в России 1 миллион рублей, И вы можете понять, что вот смотрите, Для России, для того, чтобы только в бонусах Получать миллион рублей, Только в бонусах, Это не считая объемные скидки всех остальных бонусов, Это квалификация национальный директор. И поэтому, если вы хотите получить единовременно, То есть это в один каталог единовременно выплачивается такая сумма. И если вы хотите получить миллион рублей бонус, То вы понимаете, что это квалификация национальный директор. Если к вам приходят консультанты, Задают вам вопросы по поводу того, Что вот мы хотим получать вот такие деньги, То у вас вот такая табличка вам очень хорошо поможет в помощь по бонусам. Поэтому вы следующие квалификации продлите для себя, Сделайте, она вам однозначно пригодится. Для Украины 297 тысяч гривен национальный директор, Для Казахстана 5 миллионов тенге, И для Белоруссии 261 миллион белорусских рублей. Поставьте, кому нравится такая табличка, И такие цифры шикарные. Поставьте мне, пожалуйста, пятерочки, Чтобы я понимала, что вам эти цифры вас воодушевляют. Вот меня я смотрю, и меня очень это воодушевляет. А еще, о, Оксане прям 5 пятерок. Причем по этой табличке можно сделать такой экскурс. Смотрите, берем и складываем просто, Планируем свою квалификацию от директора до национального директора, И складываем бонусы по порядочку. Если для России, посчитайте, например, Кто-нибудь посчитайте мне Белоруссию, А я посчитаю Россию, А кто-нибудь посчитайте Украину, Напишите эту циферку. Я буду Россию считать. 55 тысяч плюс, Не 82 500, 27 500, коллеги, Вот если вы тут получаете. Или просто посчитайте сразу же, Берите от старшего, тогда будет грамотно и правильно. Плюс 110 тысяч рублей, Плюс 165 тысяч рублей. Это, видите, мы уже сейчас с вами немножко считаем Те доходы, которые можно получить от компании вознаграждения За то, что вы открыли и подтвердили квалификацию. То есть даже вот по этой табличке Уже шикарная циферка получается. Вот я сейчас посчитаю Россию, Уже на калькуляторе считаю, И скажу вам, какая сумма тут прелестная получается. Итак, в России получается итого 2 миллиона, То есть только бонусами вы можете получить 2 миллиона 409 тысяч 500 рублей. Это, знаете, как по поводу того, Если кому-то нужен дом, И кто-то хотел бы купить дом где-нибудь ориентировочно на 2 или 3 миллиона. То есть вот вам, пожалуйста, Если вы рассчитываете квалификации по росту, И тогда вы можете однозначно понимать, Что каждый квалификационный бонус вы будете откладывать просто себе в копилочку на цель дом. Это я вот, знаете, как вам такой заход, Потому что маркетинг-план – это не просто голые цифры. Это то, ради чего мы делаем. Ради того, ради... Это то, ради чего мы работаем. Это то, что нам может дать возможность жить по-другому, Путешествовать по-другому, Покупать другие вещи. Это то, о чем мы всегда говорим, Когда мы даем тему по целеполаганию, По планированию и все остальное. И когда вы планируете свои квалификации, Я вам говорю, начните от той цифры, Которая вам нужна. О, спасибо большое для Казахстана. Оксана посчитала. Как вам циферка-то, Оксана? 12 миллионов 312 тысяч 500 тенге – Это для Казахстана. Вообще круто! И вот вы эти уже цифры можете уже перекладывать на те запросы, На те желания, которые у вас есть, И уже четко понимать, Это помимо объемной скидки, Это только бонусы, коллеги. На объемную скидку вы можете жить каждый каталог припевающий, А бонусы вы можете копить на какую-то очень крупную цель, Которую вы хотите. Поэтому это просто классно. Смотрю, что у нас там дух захватывает. Вот точно! Вот у нас остальные, если кто-то посчитает, Вы потом сбросьте, пожалуйста, в чат, я зачитаю. А я перехожу к другим слайдам, Чтобы вас долго сегодня не задерживать. Итак, вот именно с квалификации директора, Именно вот с первого звания квалификации директора Начинается бизнес. Все, что находится до директора, Это я бы назвала становление. Это как раз тот этап развития консультанта, Который встает на определенный путь построения бизнеса. Потому что бизнес все-таки, Это когда вы уже достигаете квалификации. Это то время, Когда вы уже делаете первый шаг в бизнес, Это директорство. Когда вы подписываете договор с компанией, Хотя с компанией можно договор контрактизации Подписать с полутора тысяч баллов, Это 15%. Но все-таки именно бизнес, Это от директора и выше. Все, что до директора, Все эти статусы, Это вам подспорье И помощь от компании, И мотивация для того, Чтобы вы быстрее дошли До звания директора и выше. Итак, приглашаем в бизнес, Фаберлик, присоединяйтесь. Потому что бизнес Фаберлик, Это действительно квалификационная. И вот вы видите таблички, Они немножко, видите, уменьшены в объемах. Я здесь убрала бонус, Бонус, как его, стабильности. Я здесь оставила среднемесячный доход, Потому что, чтобы вы могли понимать, Что не только бонусы вы можете получать, Но еще вы можете, Что вы будете получать именно доход от компании. Но сейчас мы с вами будем говорить, Как запомнить. Потому что многие путаются. И если... Напишите мне, пожалуйста, Десять, Кто уже научился запоминать квалификации И отличия между квалификациями. Запомнил то, о чем мы с вами работали На предыдущем занятии. И кто уже запомнил именно различия Между бонусами, которые выплачивает компания. Поставьте мне, пожалуйста, десять, Чтобы я понимала, что вы работали над этим. А я буду сегодня с вами рассуждать О том, как запомнить именно выплаты от компании. И пока вы просто... Вы знаете, компания сделала, наверное, Специально такой ход, Специально такой шаг, Что пока человек, Как только он вступил на этот путь бизнеса, Именно открыл квалификацию директора, Чтобы ему не было сложно двигаться дальше И до директора, То первые бонусы, Они очень легко считаются. Их очень-очень-очень легко запомнить. Вот давайте рассмотрим, И я вам объясню. Смотрите, директор получает 55 тысяч рублей, И мы об этом с вами говорили до этого, Именно в России. Старший директор получает или 82 500, Или разницу между 82 500 минус 55, Если вам уже это выплатили. То есть 82 500 – это общая сумма Вместе с бонусом директорским. И вот это только выбивается здесь из правил. То есть старший директор, Он здесь по-другому. То есть по-другому цифру, Ее нужно просто запомнить. А вот дальше, смотрите, Если к бонусу директора, К 55 тысячам рублей прибавить 55, У нас получается серебряный бонус 110 тысяч. Видите? Плюс 55. Если к 110 тысячам добавить 55 тысяч, То получается золотой бонус квалификационный 165, видите? Разница. Очень легко запомнить. 55 плюс 55 – 110, Плюс 55 – 165. И вы здесь точно, Однозначно не запутаетесь В расчете бонуса. Ну и дополнительно здесь вы можете посмотреть, Это просто нужно для себя табличку такую иметь, Может быть, ее себе куда-то распечатать, Чтобы вы никогда не запутались. Или написать себе в тетрадочку, Пока вы будете привыкать. В среднем директор получает доход от компании, Каждый каталог, 41 тысячу рублей каждый месяц. Каждый месяц, не каждый каталог, извиняюсь. В среднем, это в среднем, Там может колебаться сумма. Старший директор 61 тысячу 500 в месяц, Серебряный директор 82 тысячи рублей в месяц, Золотой директор 123 тысячи рублей в месяц. Там может тоже колебаться, И больше быть, и меньше. Итак, по бонусам нужно запомнить. До рубинового директора вы увидите, Что рубин остается в этой же категории плюс 55. Правильно, спасибо большое. Спасибо, Оксана. За каждого директора 55 тысяч, Кроме старшего он разницу получает. Молодцы. Запомнить. Вот смотрите, до рубинового директора Добавляется по 55 тысяч рублей. И если вы кому-то будете предлагать бизнес, И человек будет спрашивать, А что я смогу получить, Вам очень легко запомнить. Вам нужно, первое, запомнить квалификации. Второе, запомнить то, Что мы с вами рассуждали, Сколько директоров в каждой квалификации, Это на прошлом занятии. И запомнить бонусы, Которые может получить этот человек. И тогда вам очень легко будет показать человеку, Конкретно его преимущества и выгоды, Сотрудничество с компанией Фаберлик. Ну и для себя точно так же вы можете это рассчитать. Итак, до рубинового директора добавляется Плюс по 55 тысяч рублей. По России к предыдущему бонусу Свои страны посчитайте самостоятельно, Сколько у вас там получается. Только звание старшего директора Отличается и плюс 27 500. И по своим странам точно так же посчитайте. Давайте переходим к следующему слайду И посмотрим по другим бонусам. Вот обратите внимание, Рубин еще плюс 55, Потому что золото у нас было 165 тысяч рублей. Бонус квалификационный. Плюс 55 тысяч рублей, Получается 220. Все. Вот здесь одинаковость закончилась. Вот здесь одинаковость. Все. До рубина. А дальше у нас есть одинаковые добавления, Но их нужно запомнить на каких квалификациях и какие. Итак, бриллиантовый директор у нас сам по себе отличается. Вы знаете, что по прошлым занятиям, Вы знаете, что если везде добавлялось по одному директору До квалификации Рубина, То бриллиант это уже два директора надо вырастить. А раз вырастить два директора, То бонус нужно запомнить, Что плюс 110, То есть здесь получается за каждого директора по 55, Итого 110. Понятно объяснила? То есть если там каждый директор добавляется, И вам плюс 55 компания платит. Каждый директор добавляется, И плюс 55 компания за директора платит. То здесь добавляется у бриллианта два директора, Чтобы на это звание выйти. И получается за каждого директора по 55. 55 плюс 55, 110. Это понятно или нет? Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, Чтобы я поняла, что вы эту статистику, Эту логику поняли. И вам будет очень легко считать дальше, Понимать. То есть вроде бы бриллиант входит в эту категорию, Плюс 55. Но там за каждого директора, А там два. Теперь, С квалификации элитный директор Тут нужно просто запомнить. Здесь у нас получается, Три директора добавляется. И если три директора умножить на 55, У нас никогда не получится 500. Если три директора умножить на 55, Сколько получится? Посчитайте. Три директора на 55, Сколько получается? Коллеги, Кто мне напишет? Три директора на 55. Три директора на 55. 16,500. 165 тысяч. Спасибо. Плюс к 330. Сколько получается? 330 плюс 165 тысяч. Сколько получается? Я вам не просто так акцентирую. Вы поймете логику, Тоже не запутайтесь. 165 тысяч плюс 330 тысяч. Сколько получается? Считайте. Бриллиант 330 получает, Плюс за три директора 165 тысяч. Что получается у нас? Вот кто-то пишет. Молодец. Оксана, наверное, посчитала. Кто первый посчитал? 495 тысяч. Скажите, цифра некрасивая. 495 тысяч. И раньше такая цифра была. Но когда стали делать книгу по маркетинг-плану, Алексей Геннадьевич Нечаев сказал, Как-то как-то не так. Вроде бы правильно за каждого директора по 55, Но как-то циферка никакая. 495. Ее спасибо всем огромное, Кто посчитал. Спасибо. Вот смотрите. Получается. Здесь просто округляется эта сумма. И здесь вы можете просто запомнить, Что также за каждого директора по 55, Но цифру округляют до 500. И вот Алексей Геннадьевич Нечаев Вот так вот просто раз И округлил эту циферку до 500. Поэтому элитный директор получает не 495, А 500. И это, если вы запомните, очень легко. И далее уже получается национальный директор 500 плюс 500. Логика вот здесь. Примировал, да. Ну как-то 495, как-то так, Вот как-то как-то не так. Поэтому элитное звание, Это же очень высокое звание. Это уже действительно звание такое. Ого, какое. И поэтому здесь будет ровненько 500. И получается, уже национальный директор, Ему также добавляется 500. И получается миллион. Вот совпадение. 500 плюс 500 получается миллион. И здесь вы точно не запутаетесь. Логику выстраиваете, и вы не запутаетесь. Даже если у вас под руками не будет таблички. Смотрите далее. Просто вам нужно запомнить. Именно со старшего национального директора Начинается добавляться плюс 250 тысяч. То есть национальный директор получает миллион. А уже старший национальный директор получает миллион 250. Это просто надо для себя запомнить. Международный директор плюс 250 к бонусу национальному получается миллион 500. Старший международный директор плюс 250 к бонусу национальному получается миллион 750. И вот здесь вам нужно просто запомнить, что звание старший национальный директор, международный директор и старший международный директор, они похожи, что добавляется у них по 250. Поэтому вот две вот ситуации, где вам нужно обратить внимание на бриллиантового директора по бонусам, что там немножко по-другому, там два директора, и поэтому двойной бонус получается. Начиная с элитного директора, три директора добавляется, но цифру округляют, и плюс 500 дальше, ну, похожесть есть. И уже со старшего национального директора все звания идут плюс 250, плюс 250, плюс 250 до старшего международного директора. Теперь давайте перейдем к следующему слайду. И вот честно скажу, здесь витаминки для памяти попить нужно. Нужно, но иногда в голове держать такое количество цифр сложно. А если, например, логически выстраивать и просто вот по квалификациям считать, сколько там директоров, то тогда понимание, какие бонусы там, очень легко, даже если у вас под руками, это нет таблицы. Я, например, эту логику для себя сделала, и мне очень легко ориентироваться. Вот начиная уже со звания партнер, и для партнеров, и для всех партнеров, и до генерального партнера, честно скажу, я здесь логику не нашла. Если вы найдете здесь логику для себя, вы будете молодцы. Я не нашла логику, и я просто приняла для себя решение. И для себя решение именно предыдущие, помните, мы с вами говорили, как мы запоминаем по званию, что у нас идут драгоценные директора, правильно? Директор был, потом старший директор, потом серебряный директор, потом рубиновый, потом бриллиантовый, потом элитный директор, национальный директор, старшенациональный директор, международный директор, старший международный, но все равно директор старшен международный. А вот следующее звание начинается с партнера, партнер, старший партнер, управляющий партнер, национальный партнер, международный национальный партнер, генеральный партнер. И начиная с партнера лучше запомнить просто те бонусы, которые получают. Потому что я говорю, я логику здесь не нашла, я просто запомнила, что партнер получает квалификационный бонус 5 миллионов 500 тысяч рублей, старший партнер 8 миллионов рублей, управляющий партнер единовременно получает 14 миллионов рублей, только квалификационный именно в России. Национальный партнер 21 миллион рублей, только квалификационный в России. В других странах там есть свои цифры в вашей валюте. Международный национальный партнер 40 миллионов, квалификационный бонус единовременный сразу же. Вот 8 каталогов подтвердил это звание, на 9 вы уже получаете вот такой шикарнейший 40 миллионов. Если, предположим, вы что-то запланировали, какую-то такую крупнейшую покупку на 40 миллионов, это однозначно, чтобы единовременно получить это звание международного национального партнера. Но по сути даже 40 миллионов можно накопить благодаря предыдущим бонусам и благодаря предыдущей объемной скидке, которая выплачивается каждый каталог. Но если все-таки вы хотите разом получить и что-то такое купить, то вы можете уже для себя запланировать по своим целям какая-то квалификация и какой бонус вы там получите, чтобы вы, например, получили бонус и сразу это купили. И тогда уже потом расписывайте свои планы по достижению квалификации, исходя из того желания, какую сумму вы хотите получить. Многие знают у меня в команде, что я задаю вопрос, когда мы разговариваем, какая вам необходима сумма денег и к какому сроку. Исходя уже из этого пожелания, я могу уже сказать, какая это квалификация и какой это бонус, и как можно это накопить или можно единоразово получить. То есть здесь вот несколько вариантов достижения цели. Но мы с вами говорим о маркетинг плане, потом вы уже будете планировать на свои результаты перекидывать. И генеральный партнер, это вообще 55 миллионов рублей, то, о чем я очень часто говорю. Теперь обратите внимание, я вернусь на один слайд назад, и обратите внимание, что уже рубиновый директор получает в среднем за месяц 164 тысячи рублей, но там может быть и больше и меньше. Бриллиантовый директор 245 тысяч рублей, это за месяц он получает в среднем. Элитный директор это 340 тысяч рублей, это только про объемную скидку я говорю. Каждый месяц. Национальный директор 615 в среднем за месяц, старший международный директор 748 в среднем за месяц, международный директор 884 тысячи в среднем за месяц, старший международный партнер уже вот с этого звания начинается в среднем от миллиона, не миллион, а от миллиона, получается уже доход за ваш объемная скидка, И плюс бонус вот такой шикарнейший. И уже вот здесь сложновато рассчитать, какую объемную скидку вы будете получать, потому что будет зависеть, что вот в этих званиях, уже начиная со старшего международного директора и пошли все звания в партнерстве, это уже квалификации директоров в вашей структуре огромное множество. Поэтому в данной ситуации это уже будет зависеть от вашей структуры и вы сможете рассчитать самостоятельно вот это понимание. Но по бонусам домашнее задание вам необходимо это запомнить. Сейчас мы с вами повторим несколько бонусов. Это бонус стабильности, выплачивается каждые 8 периодов на повторение. Директор 5500, старший директор 8250, серебряный директор 11000, золотой директор 16500 и рубиновый директор и выше 22000. Это получают каждые 8 каталогов, каждый полгода. За год эта сумма может быть больше, если вы будете держать или расти по званию. Это я чисто повторяю. Бонус материнства и усыновления 1500 рублей за один расчетный период, если в семье появился первый ребенок. 3000 рублей за один расчетный период при рождении второго и последующих детей в семье, каждый каталог в течение года. И опять еще одно повторение. Это бонус быстрый старт. Вот как выглядит табличка, на которую вы можете ориентироваться. То есть ваш годовой доход в среднем 400000 рублей будет, если вы пойдете по бонусу быстрый старт и получите двойные бонусы. Это двойной бонус плюс в среднем объемная скидка, которую вы получите в течение года. Это годовой доход 400000 рублей от 400000 рублей, потому что там может колебаться. И бонус быстрый старт за серебряного директора, ой, за старшего директора. Это плюс к директорству. Смотрите, получается, двойной бонус у вас получается, ну тут написано 82500 и 82500, там 27500 и 27500. Это когда у вас появляется партнер ваш, то есть ваш директор, который вместе с вами растет, он достигает звания директора, и вы получаете, и он получает по бонусу быстрый старт 400000 годовой. А вы получаете, и в среднем ваш годовой доход составит 800000 рублей, потому что вы открыли директора, там доход и объемная, бонусы и объемная скидка еще и старше. Поэтому в среднем это будет 800000 рублей годовой доход по бонусу быстрый старт. И бонус быстрый старт за серебряного директора. Это ваших два партнера достигают звания директорства и получают годовой доход каждый, каждый партнер получает в среднем 400000 вместе с бонусами, а ваш годовой доход в среднем составит 1 600 000 рублей. Если вы пойдете по бонусу быстрый старт, вы подтвердите за 9 каталогов и директора, и старшего, и серебряного директора. То есть дважды откроете и подтвердите два раза. Тогда у вас может ваш годовой доход составить 1 600 000, это в среднем, это тот шикарный бонус для вас от компании за вашу шикарную работу. Но если там вы рассчитаете бонус золота, то там будет еще и более. Давайте перейдем на следующий слайд и посмотрим бонус развития. Еще раз повторяю, что это 30% от суммы всех квалификационных бонусов, выплаченных за год за новые звания. Но об этом мы будем говорить на следующих занятиях. Мы здесь сейчас с вами говорили про то, как запомнить квалификационные бонусы, как предлагать своим партнерам эти звания и объяснять, сколько они могут заработать, и как вам запланировать свой доход по вашим планам, по вашим целям, которые у вас стоят в ваших планингах. Если они не стоят, то вы уже сейчас можете свои квалификации перевести не только в квалификации, но и в деньги. И я рекомендую вам всем запланировать свой доход, а не только ваши квалификации. Тогда вы однозначно поймете, что гораздо выгоднее планировать доход, потом понимать, какая это квалификация, и после этого уже ваша сила мотивации становится в несколько раз еще выше, сильнее, и вам хочется просто бежать для того, чтобы получить, например, вот эти 40 миллионов и купить себе что-то такое на 40 миллионов, что вы запланировали в своей жизни. Вот бежать туда, к этому званию. Коллеги, на этом наш сегодня вебинар закончен. У меня к вам просьба большая. Если есть вопросы, напишите мне, пожалуйста, эти вопросы. Я на них отвечу. Если вопросов нет, то напишите одним словом, что для вас было важным сегодня в нашем обучении, на нашем вебинаре. Напишите, пожалуйста, что было для вас важным в сегодняшнем обучении. Одно буквально слово. Это как обратная связь, чтобы я понимала, что вы сегодня действительно были на этом обучении, чтобы я понимала, на что вы обратили внимание, и что именно для вас было самым важным и ключевым в сегодняшнем вебинаре. Жду. С удовольствием увижу ваш отзыв. Именно то, что для вас было самым важным. Я могу сказать честно, пока вы пишете, что для меня всегда в изучении маркетинг-плана было важным. Когда я увидела и начала разбираться не только в квалификации, в названиях квалификаций. Второе для меня было важным, когда я увидела понимание, как растет квалификация, и сколько это директоров в каждом звании. Когда я это прям вот увидела и поняла, мне так легко стало с этим. Третье для меня было очень важным. Когда я начала работать в этом направлении по маркетинг-плану, то я увидела, на каком квалификации, какой средний доход каждые три недели, и какой бонус по итогу можно получить. Потому что когда ко мне приходят люди и говорят, мы пришли строить бизнес, то мне очень легко в легкую расписать вместе с ними бизнес-план по их целям, по их задачам, по их требованиям, именно исходя из маркетинг-плана. Не пойму, никто не пишет? Не было важного или просто я пока не вижу ответа? Мне достаточно одного слова, буквально одного слова, что было для вас важным на этом занятии. И мы с вами уже завершим наше... Получилось прям длинновато. Извините, что так долго. Ну, даже вот на это прям вот получить от вас вдохновение, Евгения. Благодарю. Оксана, доходы. Благодарю. Спасибо большое. Доход по квалификациям. Нелли написала, Ванина. Благодарю. Еще одно-два сообщения, и я вас отпускаю в путь. О, да, витаминки. Ха-ха, Евгения сказала витаминки. Да-да-да, точно, витаминки для мозга. Потому что, вы знаете, бизнес всегда – это бизнес-цифр. И те консультанты, и те директора, и те лидеры, кто не рассчитывает доход, те, кто не изучает маркетинг-план, те, кто не знает тонкости маркетинг-плана, им очень сложно выстроить свою квалификацию. Обязательно скидну слайды, обязательно Оксан. Потому что мы первое время идем на мотивации, на мотивации желания. Мы пришли, у нас все в нас горит. А потом эта мотивация может плавно перерасти в те расчеты, в те показатели, с которыми мы именно достигнем квалификацию. Хотите достичь квалификации? Обязательно работайте цифрами, показателями и маркетинг-планом. Отличного вам закрытия каталожного периода, высоких доходов, и встретимся на следующих занятиях. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!